Друзья, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь, сегодня 24 января. Важнейшая новость поступила от спикера ОВС Украины Юрия Игната. Во время телемарафона он сказал, что США фактически определились с типом боевого самолета, который будет передан украинским летчикам. Ну и соответственно уже по словам фактически разработаны планы по подготовке украинских пилотов по управлению вот этими самыми самолетами. Он не назвал тип самолета, что и понятно, все-таки военная тайна, но давайте не будем тут особо гадать и скажем прямо, это будет самолет F-16, потому что это самый массовый и, в общем-то, самый боеспособный самолет, который есть и у Соединенных Штатов, и у Запада в целом. Массовый он потому, что он в настоящее время стоит в количестве просто тысяч единиц по всему Североатлантическому Альянсу, и не только у Альянса он есть. Ну а с другой стороны, его боеспособность подтверждена многочисленными боевыми конфликтами, которые развивались на протяжении последних десятилетий. И вот в ходе этих конфликтов этот самолет выиграл все абсолютно воздушные бои и не потерпел ни одного крушения именно от вражеского боевого самолета. Напротив, это F-16 как раз таки давал прикурить вражеским самолетом. А вражеские самолеты это как раз самолеты именно советско-российского производства. То есть, иными словами, F-16 хорош именно как воздушный истребитель. С другой стороны, он прекрасен и как платформа для сброса бомб и ракет на наземный объект. Это тоже, в общем, не подлежит никакому сомнению, потому что именно F-16 всегда был рабочей лошадкой Соединенных Штатов во всех крупных конфликтах последних десятилетий. Именно F-16 бомбил и ПВО, и различные военные объекты, собственно, объекты инфраструктуры с помощью огромного количества вооружений, которые он способен нести. Фактически, этот самолет предназначен для переноса буквально всей номенклатуры вооружений НАТО, которые, в принципе, являются классом воздушного базирования. То есть, это, в первую очередь, конечно же, управляемые бомбы, а точнее говоря, бомбы со специальной модификацией JDAM, которую, кстати говоря, получат и украинцы, если уже не получили. Это та самая модификация, которая превращает обычные свободно падающие бомбы в умные бомбы, которые точно наводятся на цель. И это разные бомбы. Это как бомбы, которые можно сбрасывать с расстояния до нескольких десятков километров от цели, так и специальные бомбы, впрочем, неизвестно, будут ли они Украины, я думаю, что будут, которые способны пролететь от места сброса более 100 километров. И, в частности, их используют Израиль. И, конечно, вот такие бомбы, в первую очередь, нужны были бы украинцам, ну, просто потому, что это было бы безопасно для летчика и для самолета сбрасывать вот эти бомбы с расстояния более сотни километров на российские военные и инфраструктурные объекты, поскольку совершенно очевидно, тем самым просто-напросто вражеское, то есть российское ПВО не доберется до Ф-16. Ну, я уже не говорю про те ракеты, которые способен этот самолет нести и, соответственно, которым способен поражать наземные объекты противника. Здесь нужно вспомнить, что Великобритания недавно объявила о том, что она сейчас рассматривает возможность передачи Украине специальных ракет с дальностью более 550 километров. Причем предельная их дальность точно неизвестна, но, как считается, она может быть намного больше, чем 550 километров. Что это такое, я думаю, объяснять не надо. Это ракета, которая способна монтироваться в том числе и на Ф-16 и, соответственно, она может лететь далеко за пределы Украины, то есть здесь речь идет не только о том, что украинцы, по всей видимости, получат с одной стороны американскую боевую воздушную платформу, а с другой стороны британскую ракету, с помощью которой они смогут уничтожать объекты на оккупированных украинских территориях. Нет. Речь идет еще и о том, что эти ракеты потенциально могут быть использованы для нанесения ударов уже по российской территории, по военным инфраструктурным объектам на российской территории, то есть вот хотя бы взять те же соседствующие с Украиной различные российские регионы, ну а также надо тут сказать, что и даже те регионы, которые находятся вдали от украинских границ. Почему бы, например, соответствующие ракете, запускаемые с Ф-16 из украинского пространства, не долететь до какой-нибудь Москвы. Не зря надо сказать, вот сейчас вот кремлевские людоеды озаботились системами ПВО, которые, как мы теперь понимаем, вроде как должны будут охранять Кремль, а также некоторые резиденции Путина. То есть, как грибы появляются из РК Панцири и система С-14 возле самых важных для Путина объектов, то есть вот тех объектов, где он физически лично может появиться, имеется в виду и, собственно, кремлевская администрация и какие-то его резиденции в разных уголках России. Именно потому, что там все прекрасно понимают, что, в принципе, потенциально у Украины уже очень скоро появится вот такое оружие. И это то самое оружие, которое я сейчас описал. Бомбы и ракеты с боевыми частями от 500 килограмм до тонны и даже, по всей видимости, больше. Понятно, что это означает. Это означает настоящий судный день для российской террористической саранчи. Но, опять же, все это становится возможным именно потому, что Украина, похоже, готовится к получению вот этих самых F-16. На самом деле, это действительно самый лучший вариант для Украины. Именно F-16, а не A-10 или еще не какие-то. Хотя, с другой стороны, почему бы A-10 не получить? Но это отдельный разговор. Но дело в том, что F-16, еще раз, бездонное количество у Запада. То есть, даже если Украина потеряет, например, какой-нибудь F-16 или, например, он получит повреждение или просто он будет нуждаться в ремонте, то, в общем, запчастей для этого самолета, ну, просто вау, просто море. На замену тем F-16, которые, возможно, будут выходить из строя в результате интенсивных боевых действий в Украине, будут приходить новые F-16. И вот сейчас уже Нидерланды первая страна, которая официально объявила о том, что она готова поставить Украине F-16. Ну, понятно, что это явно верхушка айтберга, вот это заявление официальных нидерландских властей о том, что они готовы передать ВВС Украине вот этот самолет. Это означает, что переговоры уже ведутся давно. Это означает, что, в принципе, украинцы уже запросили этот самолет. Далее, понятно, что после того, как посолы Соединенных Штатов официально поддержал вот это решение, означает, что, на самом деле, уже и с американскими властями Нидерланды согласовали вот эту передачу. То есть, все уже, на самом деле, согласовано на неофициальном уровне. Как, собственно говоря, и происходит с любым вооружением, которое Запад передает Украине. Вот как это было ранее и с гаубицами, и с хаймарсами, и с теми же хармами. То есть, еще раз подчеркиваю, о том, что то или иное вооружение появляется у Украины, мы, собственно, узнаем зачастую именно по факту применения этого оружия. И даже если вот вы слышите какое-то официальное объявление о передаче соответствующего оружия, это не значит, что оно будет передано через месяц, через два, через три. Это означает, что фактически оно, скорее всего, уже на поле боя, либо оно уже вот зашло в Украину, что уже, соответственно, украинские воины проходят обучение на этом вооружении, ну и так далее. То есть, это, скорее, еще раз, завершающий этап, а не начало, собственно, процесса по передаче этого вооружения. Ну вот так же будет и с F-16. То есть, раз прозвучали вот такие заявления со стороны Нидерландов, со стороны того же Юрия Игната и со стороны, между прочим, некоторых других украинских представителей, которые сказали, что на следующем февральском Рамштайне, то есть девятом по счету, будет решаться вопрос о передаче самолетов в Украине, вот с учетом всего этого мы можем практически со стопроцентной уверенностью сказать, что да, в ближайшем месяце уже у Украины появятся эти самолеты. Кроме того, лично вот мы неопытные люди, которые работали и на советских истребителях, и на F-16, говорили, что на самом деле F-16 очень похожи на некоторые виды советских истребителей. Ну или, скажем так, российско-советских. То есть, в принципе, опытный пилот, который работал на российско-советском истребителе, я специально сейчас не буду называть его тип, чтобы и свой источник не выдавать, и для того, чтобы, так сказать, не давать врагу какие-то лишние данные. Вот этот пилот очень легко и быстро может пересесть на F-16. То есть, буквально ему нужно несколько дней для того, чтобы перестроиться на F-16. Ну, понятно, что, конечно, там, может быть, есть модифицированные какие-то версии F-16. Понятно, что в реальности для того, чтобы в совершенстве научиться управлять самолетом F-16, все равно нужно будет какое-то время, там, различные системы дополнительные, которые нужно освоить. Но, в принципе, вот именно с точки зрения базовых каких-то моментов, да, F-16 для опытного украинского пилота, который работал с тем и с другим, допустим, каким-то российским или советским истребителем, скорее советским, потому что, конечно, у Украины только советского производства самолета. Ну, в общем, никаких проблем нет. Так что много времени подготовка украинских летчиков на F-16 не займет. Вот, возможно, украинские летчики уже подготовлены для управления этими самолетами. В конце концов, еще в прошлом году, летом, мы слышали, в общем, неофициальную информацию о том, что украинские пилоты замечены в специальных центрах подготовки пилотов в Соединенных Штатах. На чем они учились летать? Мы точно не знаем. Это могли быть A-10, это могут быть F-16, это может быть и то, и другое. Но, в общем, понятно, что не просто так это все, да, просто так украинских летчиков на обучение в Соединенные Штаты не направляют. Так что, да, все это говорит в пользу того, что уже в ближайшие месяцы мы увидим F-16 на поле боя, которые громят российских террористов и которые, возможно, атакуют российские дальние тылы на российской территории. То есть, уже просто так Россия не сможет пострелять по Киеву из С-300 и С-400, как она это периодически вот делала, и не только в отношении Киева, и в отношении Харькова, в отношении некоторых других прифронтовых украинских городов. И американцы недавно как раз дали свое разрешение использовать, в общем-то, западное оружие, да и, понятно, не только западное, для атак по российской территории. То есть, в принципе, вот это табу уже тоже снято. Все уже поняли, что угроза Путина, касающаяся ядерного шантажа, ничего не стоит. Путин был взвешен и найден легким. Путин получил четкий сигнал предупреждения со стороны НАТО о том, что произойдет, если он попробует применить хотя бы небольшую ядерную боеголовку против Украины. Что его армия будет разгромлена, просто черноморский, и, похоже, не только черноморский флот Путина будет просто-напросто стер с лица земли. Путин предупреждения услышал, и, собственно, он сейчас именно поэтому и делает всю ставку на мобилизацию, то есть на пушечное мясо, поскольку пушечное мясо – это единственное, по большому счету, что ему остается в этой истории. И тут, кстати говоря, вот, по большому счету, его последний аргумент вот в этой вот войне. Почему? Потому что все остальные аргументы, на самом деле, уже он истратил, и, в общем, эти аргументы были биты на поле боя. То есть, вот, посудите сами. Украина столкнулась с множеством видов агрессии страны России за время ее полномасштабного вторжения России в Украину. И, соответственно, на каждый такой вызов Украина нашла ответ. То есть, попытка взять Киев за два дня плотными колоннами танков была встречена дживелинами, которые просто-напросто сожгли российскую броню. Российские сушки, бомбящие города, пожалуйста, стингеры за несколько десятков тысяч долларов, которые уничтожали многомиллионные стоимости самолет России поколения 4++, ну, в кавычках, конечно. Огненный вал на Донбассе, да, пожалуйста, хаймарс, которые просто-напросто разрушили российскую тыловую логистику и обеспечили проведение наступательных операций Украины в Харьковской и Керсонской областях. Ракетный террор со стороны России, пожалуйста. Передовые западные ПВО, которые сейчас уничтожают до 90% входящих российских ракет, и в результате повышают цену ракетного террора для России настолько, что, в принципе, весь его смысл утрачен. Россия не может повредить энергетическую инфраструктуру Украины настолько, чтобы привести к, в общем, блэкаутам. И в результате российский ракетный арсенал истощен, причем он растрачен на то, что, в общем, не было уничтожено в той степени, в которой нужен был бы Путину. Украинский народ только лишь сильнее сплотился и обозлился против России, а отнюдь не потребовал от Зеленского выйти с капитуляционными предложениями к Москве. Иранские шахеды, да пожалуйста, те же немецкие гепарды, их сбивают сейчас и, как мы видим, служат основным инструментом в борьбе с этим. То есть, вот после всего вот этого и многого другого, на что Украина нашла ответ, вот сейчас последний аргумент Путина, еще раз, это вот эта самая стена пехоты, которая сейчас используется для попыток наступать на разных направлениях, а по сути в основном на одном направлении, конечно, на восточном. И там мы видим, что Путин терпит страшное поражение. Ну да, что-то как будто бы удалось там захватить километры на километры, но, собственно, а что после Солидара-то? Ну вот много кричали российские пропагандисты, что после захвата Солидара, в общем, следующий будет Бахмут. Ну и что? Мы видим, что нечем дальше наступать. Просто-напросто вагнеровцы, а это именно они там наступали, растратили всю свою живую силу. Говорят, что уже из 50 тысяч, привлеченных Евгением Пригожиным, зэков на вот эту войну, 40 тысяч так или иначе выведены из строя, то есть либо были убиты, либо получили тяжелые ранения, несовместимые с дальнейшим продолжением военной работы. Вот, пожалуйста, взят в плен один из вагнеровцев, который честно сказал, что, например, из примерно тысяч человек, что он вот видел, живых остались 100, из этих 100 реально боеспособны только 20, остальные 80 имеют те или иные, скажем так, ранения, повреждения, травмы, которые несовместимы с боевой деятельностью. То есть вот подумайте, да, 98% вот конкретно тысячи, то есть от двух батальонов просто-напросто были стерты украинскими воинами. Ну и понятное дело, что, да, вы можете, конечно, израсходовать несколько десятков тысяч человек, чтобы взять территорию километр на километр, а потом на эту территорию, то есть в Солидаре, будут просто-напросто сидеть вот без какого-либо шанса продвинуться дальше ваши бойцы, по которым, соответственно, оппонент будет ежедневно насыпать огромное количество артиллерийских снарядов. Собственно, так и происходит сейчас вот с этим вот горе-захватчиками Солидара. Украинцы полностью его контролируют с воздуха, они полностью видят, что происходит в Солидаре, в его окрестностях, они ежедневно уничтожают просто десятки и сотни пехотинцев Путина, которые идут без всякой брони. Тем не менее, конечно, это только еще начало. То есть самое интересное, самое вкусное будет впереди, потому что вот сейчас Запад как раз дает Украине тяжелую бронетехнику, и вот она как раз и признана дать ответ на пущенное мясо Путина. То есть, иными словами, сейчас Украина должна будет найти ответ вот на этот последний аргумент Путина. И, собственно говоря, что здесь мы имеем, какой расклад? Значит, с одной стороны, пехотная стена России, а с другой стороны, что? Значит, должна быть у Украины некая мясорубка, которая будет перемалывать вот это самое пущенное мясо Путина с большей скоростью в единицу времени, чем вот в эту самую единицу времени кремлевский некромансер может поставить этого пущенного мяса на поле боя. Условно говоря, Украина перемалывает тысячу человек Путина, а Путин поставляет на фронт 500 человек за один день, или там, условно говоря, за одну неделю. И вот таким образом, так же, как и против шахедов, против российских ракет, против российских танков были найдены ответы, точно так же будет, я полагаю, найден ответ в виде вот такой вот мясорубки и против пехотинцев Путина. И, конечно, самолеты F-16, это одна из лучших таких вот гарантий создания вот этой самой масштабной украинской мясорубки, которая перемолит просто физически российских зэков, российских вагнерцев, российских мобов, то, что осталось от российской кадровой армии. Ну и, разумеется, непосредственно на поле боя этим будут заниматься современные западные танки. И вот сегодня как раз-таки министр обороны Германии Борис Писториус поговорил с генсеком НАТО, Йенсен Столтенбергом, именно по поводу танков «Леопард-2» для Украины. Была дана специальная пресс-конференция вот этими обоими чиновниками. И надо сказать, что у нас есть очень серьезный оптимизм по поводу того, что Германия скоро, ну буквально, может быть, даже в ближайшие дни уже выдаст официальное решение по поводу передачи Украине танков «Леопард-2». Я вчера записал достаточно серьезный материал на эту тему, в котором я рассказал, что не нужно обращать внимание на всю эту неразбериху с «Леопардами», потому что это все, по большому счету, нужно воспринимать как информационное прикрытие того, что реально происходит. Что реально происходит? Понятно, что даже если бы мы не видели бы какого-либо решения положительного со стороны именно Германии по «Леопардам-2», мы точно получили от Германии разрешение другим странам передавать Украине «Леопард-2». Поскольку 80% вообще всех мировых запасов «Леопардов» хранят за пределами Германии, то есть в различных европейских странах, то, собственно, проблем бы не было в любом случае, и ее и нет. Вот Польша, например, уже решила поставлять Украине «Леопарды-2», это 100% у Польши, насколько я понял, чуть ли несколько сотен этих «Леопардов», часть из них в расконсервированном виде, часть из них в законсервированном. Польша сейчас начинает обучать украинских воинов, ну и так далее. То есть другие страны тоже, как мы видим, потихонечку подтягиваются и вроде как делают осторожное заявление, что они тоже передадут Украине танки «Леопарды-2». Но, что самое главное, вот на этой пресс-конференции Борис Писториус, ну, точнее говоря, не внутри конференции, а именно вот в куларах в беседе с Йенцем, сказал, что да, в принципе, танки будут поставлены, ну и самое главное, сам Йенц, потом, подводя вот итог этой его встречи, на пресс-конференции публично заявил, что да, другие страны уже должны готовить потихонечку танки «Леопард-2» для передачи Украины, потому что, в общем-то, ожидается положительное решение со стороны Германии. То есть, все равно, конечно, вот это положительное решение страны, страны-производителя этих танков, это очень было бы важно. В том числе и с технической стороны, потому что существует много разных модификаций этих танков, и, кстати говоря, вот последние модификации, то есть А6, А7, они сильно отличаются, например, от А4. И для чего нужна вот эта ревизия со стороны Германии? Для чего немцы вообще взяли себе паузу? Им нужно посмотреть, а какие вообще запасы в мире, в том числе и у них тоже есть, из вот этих танков? То есть, что, какие конкретные варианты там есть для передачи непосредственно? То есть, какие из них в рабочем состоянии? Какие имело бы смысл именно передать вот с точки зрения контекста боевых действий? То есть, на конкретном поле боя, как поведут себя те или иные модификации? Будут ли они полезны украинцами? Станут ли они, собственно, гробами для украинцев? Далее, нужно решить вопрос, связанный с, ну, единообразием передаваемых модификаций. Потому что, если вы одному подразделению передадите и А4, и А5, то как, собственно, там вообще можно будет объединить их? Возможно ли это будет, да? Это вопрос, опять же, подготовки украинских механиков. То есть, если вы дадете какую-то смешанную группу разных модификаций одному подразделению, это будет хаос-бардак, они просто не смогут работать вместе. И вот нужно посмотреть, сколько каких модификаций есть, и, собственно, какую модификацию лучше передать с точки зрения даже количества. То есть, да, у вас может быть там, скажем, несколько единиц конкретного варианта, конкретной модификации Леопарда 2, да? Может быть, даже более новой модификации. Но их будет настолько мало, что смысла не будет их передавать. Но зато у вас есть, скажем, намного больше танков Леопард 2 модификации А4. И вот ее имеет смысл передать Украине. Но, чтобы понять это, нужно, опять же, провести инвентаризацию, собственно, вот я думаю, поэтому, еще раз подчеркиваю, Берлин взял некоторую пауну. Таким образом, у нас сегодня две прекрасные новости, которые свидетельствуют о том, что, да, Запад, конечно, будет уже пополно вооружать Украину, и, в принципе, будут и дальнобойные ракеты, будет авиация, и будут танки. То есть, вот эти три топовые вещи, которые Украине нужны были, которые Украина все эти месяцы просила, и, похоже, она их получает. То есть, это будет действительно полноценная армия НАТО. Тут уже никаких сомнений нет. И вопрос тут только в количестве, собственно, вот этих танков и самолетов остается. Так что, остается только ждать, и, понятное дело, что, ну, с такими вооружениями, конечно, я думаю, Украина одержит победу над Россией уже в этом году. Ну, во всяком случае, если мы говорим именно об основной части этой войны, то есть, да, возможно, война продлится и в 2024 году, но, тем не менее, самые главные сражения произойдут именно в этом, в 2023. И, конечно, в авангарде вот этих сражений со стороны Украины будут F-16, танки Леопард-2 и ракеты типа ЭТЭКМС, а то и что помощнее. Спасибо, друзья. Оставайтесь с Ньюсейдер, поддерживайте нас через Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Через них же можно поддержать всю украинскую армию и иностранный легион воюющий состав в УСУ. Всем спасибо, кто помогает нам. Благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы, повышаем их качество и увеличиваем количество. До скорого! Продолжение следует...